Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! Местный стрим интересный! Челлендж называется Универсальный солдат! Мы будем играть по 4 боя на разных танках ЛТ, СТ, ТТ и так далее. И кто больше всего баллов наберет по итогу этого челленджа, тот получит крупный денежный приз. Приходите, будет интересно, весело. Ну и посмотрите на скилловую игру. Я постараюсь, по крайней мере, продемонстрировать что-то интересное. Также, ребят, под прошлым видео я обещал разыграть 5000 игрового золота. Если я не ошибаюсь А ведь я не ошибаюсь Да, я не ошибаюсь И большинство из вас проголосовало за то, чтобы было 5 победителей по 1000 игрового золота Поэтому сейчас у вас на экранах появится 5 победителей, которые выиграли Там еще второе видео, там тоже сейчас проголосовали все, чтобы было 5 победителей по 1000 игрового золота Таким образом, ребят, мы получаем с вами Что в этом видео я обозначил 5 победителей И 5 победителей я обозначу в следующем видосе А под этим роликом я разыграю 2000 игрового золота, тоже можете проголосовать, как вам больше нравится. То есть, либо один победитель на 2000 игрового золота, либо два победителя по 1000, как мы обычно и делаем. Напоминаю для тех, кто первый раз здесь, достаточно поставить лайк или дизлайк видео, в зависимости от того, понравилось вам или нет. Ну и оставить комментарий, в конце комментария оставить свой танковый. Все очень просто. Теперь переходим сразу же к важным событиям. С пятницы, с пятницы, с 28 числа, стартует новогодняя акция от Wargaming. X5 опыта в каждом... точнее, X5 опыта за первый бой можно будет сбивать. Кроме того, вы получите один день премиум аккаунта все, расходники, голдовые расходники по 5 штук и по 5 доп. пайков для каждой нации. Таким образом, куча разной халявы. Просто-напросто перед Новым годом зайдите, хотя бы один бой сыграйте. А если хотите что-то прокачать, то в X5, конечно же, это можно будет сделать гораздо быстрее. Это новогодние акции, которые продолжаются от Wargaming. И идем дальше. Напомню, что в начале декабря стартовала акция прямой эфир Bravo от Wargaming, где можно было получить различную технику. Она, по-моему, до сих пор еще действует. Поэтому, если вы еще не подключили, переходите на сайт протанки.тв, там подробная инструкция. Если вы вдруг ее подключили, но забыли отвязать свою карту или отключить платежи на Амазоне, опять же, переходите на сайт протанки.тв, там инструкция, как все это сделать. Не забудьте это сделать, потому что, если вы месяц уже прошел, за следующий месяц после бесплатной подписки у вас начнут списывать денежку. Не забывайте, я вам напоминаю. Я обещал напомнить, я вам напоминаю. Ну, а если кто-то еще уже оформил или оформляет в данный момент подписку на Twitch Prime, да, то, ну, как говорится, не впадло. Зайдите на наш канал твичовский и через Twitch Prime, который у вас в данный момент активен бесплатный, подпишитесь на наш Twitch канал. Вам не сложно, а нам маленькая плюшечка. Как говорится, последний шанс урвать немного халявы для нашего канала. А вот еще вам интересная информация. Помните, в начале недели я выпустил ролик, что-то типа «Наше мнение, как надо ребалансить голду», где прикрепил опрос и предложил различные варианты, как можно ребалансить голду, в том числе и ограничить количество снарядов просто тупо голдовых в боевые укладки. Ну и те же самые действия разработчиков, которые сейчас на супертесте катают, это с уменьшением альфы и голды, и даже вплоть до того, чтобы на каждом танке можно было собирать любой сетап с различным, как говорится, балансировать по типу снаряда. Каждый собирает такой тип, который считает нужным, чтобы никто не страдал и никто не мучился от нехватки бронепробития. Кстати, за этот вариант очень мало народу проголосовало, а большинство как раз-таки проголосовало за то, чтобы ограничить количество голды, просто тупо ограничить ее количество в боевые укладки. Так вот, ребят, кстати, второе место занял тот вариант, который сейчас тестируют разработчики с уменьшением альфы у голды. Так вот, ребят, до меня дошли слухи, что сейчас на супертесте проходят опросы, среди супертестеров, считают ли они, что, может быть, стоит лучше действительно ограничить голду в боекомплекте? Дело в том, что результаты опроса в том видео я отослал разработчикам, понимаете, да? И после этого внезапно на супер... Может быть, это было в планах, но мне хочется немножечко подумать, что мы с вами повлияли как-то на решение разработчиков. В общем, сейчас супертестеры проходят тестирование, опросы такие, сколько процентов, по их мнению, хорошо было бы иметь голдовых снарядов, ограничения в боеукладке? И вообще, считают ли они, что такой ребаланс голды будет хорошим? Понимаете? Их опрашивают. Причем делают это в срочном порядке. О как! Так что, ребят, не надо думать, что наше с вами мнение никто не учитывает. Учитывает. Так что, если я какие-то голосовалки в видосах устраиваю, не ленитесь голосуйте. Ваш голос может стать решающим, между прочим. Ну, про веник я вам не буду рассказывать, да? Каждый прутик из веника можно отдельно сломать, но если их собрать все в такую толстую охапку, попробуй переломить. Вот так это все и работает. Вот так мы с вами и влияем на игру, в которую мы с вами играем. Ладно, с этим разобрались. Переходим к следующей новости. И следующая новость это то, что у картохи опять какие-то проблемы с серверами. Как у них вот постоянная вот эта вот проблема с серваками уже всех достала, да? Но в этот раз предпосылок никаких не было. Не выкатывали микропатч. Ничего не меняли. Просто ни с того ни с сего. Даже ни выходные, ни акции никакие. Просто посреди недели ни с того ни с сего. У варгейминга начинает дико лагать сервера. При этом не игровые сервера, а сервера ответственные за вспомогательные функции. Такие как чап. Мне скидывали скриншоты, где было видно переписку противников. Понимаете? То есть противники между собой общались. Союзники, то есть в противоположной команде, видели эти сообщения. Лагало. Лагались серваки. Я не знаю. Может быть это и фотошоп был, но мне такие скрины скидывали. Я почему про это вообще вспоминаю? Потому что мне еще много всего поскидывали. Но если коротко, то во вторник в игру было некоторым игрокам тяжело залогиниться. У многих не работал чат. Не могли найти друзей своих. Просто списки друзей были пустые. И еще кучу-кучу различных проблем. Просто огромное количество различных проблем. В том числе, ребят, я так понимаю, опять сервак, ответственный за систему автобана. Тот самый, который делает игроков голубыми и выписывает автоматический бан на час, на два, на день, на неделю, на месяц, на три месяца. Опять этот сервак тоже накрылся медным тазом. Давайте я сейчас вам потом покажу. Давайте сейчас сначала расскажу про все это. И вот в связи с тем, что это все происходит посреди недели, еще ничего не накатывали, никаких изменений в игре не было. Никаких пиковых нагрузок я не увидел. Я посмотрел, ну, количество игроков по сервакам. Вообще никаких предпосылок нет. У меня есть два варианта. Первый это как в Чернобыльской атомной электростанции. Кто-то где-то решил на живую провести какие-то эксперименты. Но вы знаете, верится с трудом. Хочется верить, да, что просто-напросто кто-то своими кривыми ручонками что-то не так сделал. Но верится с трудом. Я отметаю всякие предположения, что это какой-то программный сбой. Тогда бы это у всех было. Но это было не у всех игроков эта проблема. У многих, но не у всех. Также я отметаю сгоревшие серваки и так далее. Но вы сами понимаете, это либо работает, либо не работает. А это именно глючит. И вот когда серваки глючат, первое, что мне в голову приходит, это дидос-атака. Получается, что кто-то злонамеренно или специально портит доступные серваки. Они не настолько мощные, как игровые сервера, я так понимаю. Это лишь мое предположение, опять же. Это очень важный момент. Это недостоверная информация. Это мое предположение, что кто-то целенаправленно атакует эти серваки, чтобы, скажем так, сорвать работу у картофеля. Возникает вопрос только, кому это нужно. Потому что конкурентов-то толком и не осталось. А те, кто между собой могут конкурировать, они уже давно рынок поделили. И там нет смысла подобной конкуренции. Не знаю, ребят, высказывайте свое мнение по поводу всего этого в комментариях. Но у меня вот какое-то странное предчувствие, что серваки-картофеля реально атакуют какие-то хакеры для каких-то, может быть, по заказу, может быть, из вредности. Но в конце концов, типа, какого хрена мне в защитник не выпал в коробке, да? Давайте ломаним. Я не знаю. Мне хочется шутить на эту тему, но шутиться с трудом. Так вот, я, помните, вспомнил про сервер, который ответственен за систему автобана. Я же говорю, мне много всего накидали, я сегодня утром зашел на почту, там просто жесть. Сколько сообщений, давайте я вам покажу, пока прервем этот боек. Помните, я вам полгода назад где-то Мауса в Энске показывал, который убивал свою команду, и ему за это ничего не было. И вот этот реплей мне присылали там кучу тимкиллеров, тимдамагеров, которые поголубели и продолжали убивать союзников. Но вот этот реплей самый эпичный. Потому что здесь борщ, его просто, что называется, понесло. Это, соответственно, вид не от лица борща, я просто-напросто свободной камерой за ним следую. Это вид от ЛТшки, то есть это он попал с борщом в бой, и он мне прислал этот реплей, он просто офигел. В общем-то, к чему я это показываю? Ребят, особенно тимкиллеры, я понимаю, что многие мне сейчас напишут, зачем ты их предупреждаешь, но многие могут, вы знаете, просто ради эксперимента упороться и сделать ошибку эту. Но я еще раз вам напоминаю, когда сервак, отвечающий за автонаказание, лагает, тупит и неправильно работает, автонаказание не приходит. Таким образом, борщ, я не знаю, что на него нашло, но он вальнул одного союзника, почувствовал свою безнаказанность и начал без разбора валить всех своих союзников, потому что он подумал, наверное, что ему за это ничего не будет. Ну, посмотрите, он уже давно поголубил, продолжает стрелять по союзникам, и в итоге, по итогу этого боя, в итоге, по итогу этого боя, блин, сделает минус 6 фрагов. Так вот, ребят, я вам еще раз напоминаю, когда система одуплится, кстати, в конце этот борщ напишет, взял воина, он сделал минус 6 своих фрагов и больше 5000 урона нанес по союзникам. Короче, убил всю свою команду. Вот сейчас этот момент увидите, где он пишет «Воин». Ну, шлепок, короче. Это... Поверьте мне, я еще полгода назад выяснял этот вопрос, и сейчас я вам расскажу, что дальше произойдет. Если у игрока не было никаких залетов, то есть мы считаем, что это его первое наказание у борща будет, то когда система одуплится, она последовательно начнет его наказывать. Сначала на час, потом на день, да, потом на неделю, там, или на три дня, я не помню, потом на месяц, и потом дойдет до трех месяцев. Каждый выстрел, каждый тимкил, все это будет учтено, и, по сути, игрок себя лишил новогодних праздников, и вообще, скорее всего, до весны мы его в игре не увидим. Я не знаю, как это проверить, потому что в игре сейчас не показывает, в бане игрок или нет, но мне очень бы хотелось узнать, дала ему уже система последовательные наказания, или все еще тупит. Так что, если почувствуете свою безнаказанность в какой-то момент, да, то есть сервер где-то какое-то наказание залагает, помните, что сервер помнит, он просто не сразу наказывает. Ну и, наконец, последняя новость на сегодня. Это, ребята, не очень приятная история с праздничным календарем. Меня просили осветить эту историю в рамках того, что разработчики обещали праздничный календарь до 2-го числа, и Kerner Warn Action X, который там сейчас продается, он продается до 2-го числа, с 24-го, короче, целую неделю продается, вместо того, чтобы там какое-то было разнообразие, и продается он только за рубли, ну или за реальные деньги, да, в зависимости от того, чем вы платите, а не за игровое золото. Я уже хотел идти к разработчикам качать бучу, но потом пошел, открыл видос Карины, почитал новость на портале для того, чтобы, ну, вооружиться и тыкать носом, что вы обещали, что танки будут продаваться за голду, но, к моему сожалению, там написано, что эти танки, что некоторые танки из праздничного календаря можно будет приобрести не только за деньги, но и за внутриигровую валюту, то есть за золото. Некоторые танки. Таким образом, мне нечего было предъявить. Вот с этим я, ребят, вам и докладываю. Мне просто нечего предъявить, потому что, ну, мы все думали, что все танки можно будет купить за золото, но нет. Слово «некоторые» все мы пропустили. Также в праздничном календаре мне не удалось, ребят, найти фразы, что разработчики обещали каждый день новое предложение. Поэтому извините, но мне тупо просто нечего предъявить и, видимо, так все оно и останется. Нравится нам с вами это или нет? Блин, как-то на печальной ноте все заканчивается. Не люблю я такое, но в конечном итоге я в любом случае старался и, надеюсь, вы оцените мои старания лайкосом. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok